Победа – это самое главное, но рано или поздно все проигрывают. Представляем вашему вниманию список бойцов, которые одержали беспрецедентное количество побед подряд, но в конечном итоге встретили свое неизбежное поражение. С 2000 по 2004 год бывший чемпион средневесовой прайда Вандерлей Силва одержал 16 побед подряд. Он избил Дэна Хендерсона, Квинтона Рэмпейджа Джексона и других. Но в 2004 году он на двухдневном уведомлении вышел против 130-килограммового марка Ханта. Их разница в весе составила почти 45 килограмм. Это была война, и оба бойца достойно себя проявили. Хант, будучи тогда еще новичком ММА, использовал весь свой арсенал, чтобы одержать победу. О, боже мой, атомный сброс с зада! После продолжительной зарубы бой все-таки дошел до решения. И Хант, для которого это был лишь третий бой в ММА, одержал победу раздельным решением судей, что на тот момент стало громким апсетом. Мигель Торрес был на впечатляющей 17-ти победной серии, прежде чем проиграл решением Брайану Акремену в 2003-м. После поражения он одержал еще более впечатляющие 20 побед подряд и стал чемпионом легчайшей весовой WC. Пятилетней победной серии пришел конец, когда он защищал свой пояс против Брайана Болза с рекордом 7-0 на WC-42. Торрес упал без сознания на четвертой минуте первого раунда. Брайан Болз же стал чемпионом WC. После поражения карьера Торреса была чередой взлетов и падений. Он проиграл 7 из последних 13 боев. Украинский боец Игорь Вовчанчин известен одной особенностью – зубодробящими нокаутами. Одержав 36 побед подряд, 26 из которых он закончил ударами, Игорь подписался в гран-при Прайда. Вовчанчин дошел до финала, одержав победы над Александром Азукой, Гэри Гудриджем и Казуши Сакурабой. В финале Вовчанчин встретился с чемпионом UFC Марком Молотом Колманом. Колман, обладающий превосходной борьбой, доминировал, проводя тейкдауны. И в конечном итоге закончил бой с жестокой серией ударов коленями, заставив Игоря сдаться. Рекорд Игоря в Прайде 18-8. И в 2005 он закончил карьеру с 55 победами и 10 поражениями. Последний чемпион тяжелой весовой категории Прайда Федор Емельяненко одержал 27 побед подряд против самых сильных оппонентов. Он побеждал Антонио Нагеру, Марка Колмана, Крокопа, Ханта, Сильвию, Орловского и других. Но рано или поздно все проигрывают. И первое настоящее поражение Федор потерпел от бразильского бойца Фабрисио Вердума. Федор полетел сгоряча, пытаясь быстро закончить бой. Но Фабрисио Вердум, будучи черным поясом по джиу-джитсу, поймал его в треугольник. Федор сдался чуть позднее первой минуты первого раунда. И после поражения он, увы, уже не был прежним. Он проиграл два следующих боя Бигфуту Сильве и Дэну Хендерсону. И парочка достойных упоминаний. Хэннен Барао выиграл 32 боя подряд, не проигрывая целых 10 лет, пока его лицо не познакомилось с ногой Ти-Джея Дилэшоу. Андерсон Силва выиграл 14 боев подряд, перед тем, как упал в нокаут от Криса Вайдмана. Мэтт Хьюз выиграл 4 боя подряд, но затем проиграл Деннису Холлману. Затем он выиграл 18 боев подряд и проиграл Деннису Холлману опять. Затем он выиграл 15 боя подряд, но затем проиграл Деннису Холлману.